Ускоренные темпы научно-технического прогресса Требует постоянного совершенствования методов организации производства, труда и управления на промышленных предприятиях Одним из направлений решения этой проблемы в условиях мелкосерийного и серийного производства является использование организации групп ПОБО-производства Она позволяет значительно сократить длительность производственных циклов и объемы незавершенного производства Лучше использовать оборудование, механизировать транспортировку деталей и изделий Научная основа группового производства, разработанная лауреатом Ленинской премии, доктором технических наук, профессором Митрофановым Организация группового производства позволяет не только сократить сроки подготовки производства, но и увеличить производительность труда в полтора-два раза Кроме того, сам труд получает большую содержательность, становится производительнее и интереснее Нам известно, что сборочная операция занимает до 60% от общей трудоемкости изготовления изделий Поэтому исключительное значение имеет совершенствование методов сборки Переход от индивидуальной сборки отдельных машин, приборов к организации внедрения поточных методов На ряде предприятий электротехнической промышленности, в содружестве с Харьковским БНИИ электроаппарат Совершенствуется организация цехов поточной сборки Технологии сборочных работ в таких цехах предусматривается Наличие механизированного комплектовочного склада Участка запуска изделий в сборку Нескольких многономенклатурных непрерывно поточных конвейерных линий сборки И участка упаковки Многономенклатурные непрерывно поточные линии, основанные на групповом методе сборки с заданным тактом выпуска Позволяют на одном конвейере собирать несколько видов изделий, отличающихся друг от друга по конструкции, габаритам и трудоемкости Такие линии формируются путем создания организационно-технологических групп рабочих мест, сборщики которых объединяются в самостоятельные бригады Их количество, к примеру, три определяется плановым заданием по выпуску изделий на линии Рабочие места на конвейерной линии размещаются следующим образом Вначале три первых рабочих места в различных бригад Затем три вторых рабочих места Три третьих и так далее Вся лента конвейера делится на полосы разных цветов Количество цветов соответствует количеству бригад на поточной линии Полосы одного цвета располагаются друг от друга на расстоянии, обеспечивающем при определенной скорости движения конвейера заданный такт выполнения основных операций сборки на каждом рабочем месте в линии Основным документом для организации планирования и регулирования работы поточных линий является стандарт план на квартал В нем указываются оптимальные варианты запуска и календарные сроки сборки изделий для всех бригад Из заготовительных цехов детали и узлы доставляются подвесными конвейерами в механизированный комплектовочный склад сборочного цеха Затем при помощи штабелеров подаются в зону укладки Запуск деталей в сборку осуществляется операторами в соответствии с комплектовочными картами Детали и узлы комплектуются и подаются на цветовые полосы Сборка изделий начинается на первых рабочих местах каждой бригады Рабочий снимает детали и узлы с полосы, цвет которой закреплен за его бригадой Дальше сборка продолжается на вторых рабочих местах Третьих и так далее Собранные узлы возвращаются на цветовую полосу, закрепленную за бригадой Создание организационно-технологических групп рабочих мест и осуществление группировки изделий по технологическим и организационно-плановым признакам позволяет запускать в сборку на одной конвейерной линии с заданным тактом выпуска различные виды изделий в любой последовательности Вот пример Для трех бригад линий запускается только один тип изделия Трудоемкость сборки изделия для каждой бригады равна или кратно такту выпуска по точной конвейерной линии Но вот на линию запускаются три различных изделия Об этом сообщается специальной табличкой Такая маневренность в работе линии обеспечивается за счет группового оснащения всех рабочих мест бригад технологической оснасткой и механизированным инструментом что позволяет осуществлять сборку различных изделий в едином ритме В результате сборка изделий в каждой бригаде продолжается без потерь рабочего времени Рабочие сборщики В случае обнаружения дефектов в изделиях заменяют их из своего страхового задела которое имеется на каждом рабочем месте в размере 3% сменного задания Для предотвращения нарушения ритмичной работы по точной линии незначительные дефекты в изделиях устраняются в течение смены слесарем-ремонтником а характер дефектов доводится до сведения мастера На рабочих местах ОТК проводится контроль качества изделий и учет без дефектной сдачи продукции с первого предъявления Таким образом обеспечивается коллективная ответственность за качество сборки изделий бригадами Фактическое количество собранных изделий каждой бригадой на линии за смену учитывается в специальных картах Контроль ритмичности выпуска изделий всеми бригадами линии осуществляется световым информационным табло Регламентированные перерывы в течение рабочей смены рационально и со вкусом оформленные уголки отдыха на участках цеха позволяют хорошо отдохнуть, способствуют поддержанию работоспособности Рабочие каждой бригады осваивают все смежные технологические операции сборки Это обеспечивает взаимопомощь и полную взаимозаменяемость на каждом рабочем месте Разработана и внедрена рациональная система обслуживания рабочих мест На световом табло фиксируются сигналы сборщиков о недостающих деталях которые комплектовщикам подаются на рабочие места Внедрение группового метода сборки повышает требования к организационно-технологической подготовке производства всех цехов и служб Это дает возможность повысить коэффициент ритмичности выпуска продукции Практически до единицы